Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге вам готовы рассказать наши журналисты и я Инга Пеннер главные темы выпуска. Готовность к зиме в реальности или только на бумаге по 43 адресам в Самаре управляющие компании хотели обманом получить паспорта готовности. Его выпускники востребованы не только в России, но и за рубежом соцфакт Самарского университета отметил 30-летие. Прячем валенки, синоптики обещают самую теплую зиму за всю историю метеонаблюдений. Кители, фуражки и лычки самарцам покажут, во что одевались чекисты. Звезды российского джаза и симфонический оркестр на одной сцене. Российский пианист-легенда Григорий Файн дал юбилейный концерт Самарской филармонии. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня находится на культурном форуме в Санкт-Петербурге. Там он представил самарский проект по изучению в школах истории и культуры региона. Дмитрий Азаров выступал на секции на тему духовной крепости России. Речь шла о реставрации храмов и монастырей, развитии их как значимых туристических центров. Самарский губернатор рассказал о создании духовно-туристического комплекса в селе Ташла. В его организации готов помочь и федеральный Минкульт. В Самаре все дома подключены к отоплению, но не все готовы к холодам. Несколько десятков жилых зданий имеют частичное повреждение кровли. Управляющие компании их не ремонтируют. Как повлиять на тех коммунальщиков, которые не выполняют свою работу, когда штраф уже не оказывают должного эффекта, обсуждали в региональном штабе Общероссийского народного фронта совместно с представителями городских департаментов, районных администраций и надзорных ведомств. Какие идеи озвучили за круглым столом, расскажет Андрей Горгуленко. На ремонт кровель, не выдержавших сильных снегопадов, в прошлый зимний сезон из бюджета города были выделены средства. Все они отремонтированы. Однако существует проблема с выполнением работ по кровлям в рамках текущего ремонта некоторыми управляющими компаниями. С наступлением холодов проблема обострится, из-за того, что во многих из них отопление подается с верхних этажей. Из-за этого система подачи тепла оказывается незащищенной. При этом недобросовестные управляющие компании рапортуют районным властям о полной готовности домов к зиме, размещая информацию на электронных ресурсах, электронное ЖКХ и ГИС ЖКХ. Анализируя все эти вещи, мы эти дома проверяли и по информационной обеспеченности именно подготовительного периода. И действительно, на многих домах одна из управляющих компаний выставляла пустые документы, то есть она прикрепляла документы, но в них не было ничего. Естественно, таких нерадивых коммунальщиков штрафуют, причем неоднократно. Но сумма штрафов для управляющих компаний, особенно тех, у которых на обслуживании несколько сотен домов, оказывается незначительной. Сейчас, по сути, есть только один действующий механизм исправления ситуации. Жители имеют право сменить управляющую компанию, которая не справляется со своей работой. Городом ведется серьезная работа с жителями, проводятся собрания по смене управляющей компании. Жители сами видят то, что управляющая компания не справляется, не выполняет договорные условия по проведению работ, по содержанию, по текущему ремонту. Проводят общие собрания и уходят, выбирают другую управляющую компанию. Извечные русские вопросы, кто виноват и что делать, а также как изменить сложившуюся ситуацию, решали за круглым столом. Представители Общероссийского народного фронта, городской и районных властей и надзорных ведомств. Одна из идей, озвученных за столом, создать отдельный аварийный фонд в городском бюджете, который будет пополняться деньгами оштрафованных управляющих компаний. А затем эти средства и будут распределять на текущий ремонт кровли. Эту инициативу планируют вынести на обсуждение. Через конкурсную процедуру будет определяться подрядчик и также под контролем уже города со всеми гарантийными обязательствами в рамках 44-го ФЗ эти работы будут проводиться, выполняться. Главная задача – комфорт и благополучие жителей Самары. Идеи, выработанные за круглым столом, будут проработаны и сформированы в законотворческие инициативы, чтобы впоследствии и надзорные ведомства, и городские власти могли очистить рынок коммунальных услуг от безответственных компаний. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. Они работают в лучших университетах Великобритании, Франции и США. Упускники социологического факультета Самарского университета отпраздновали юбилей Альма-Матер. 30-летие со дня образования соцфака. С участниками научно-практической конференции, которую приурочили к юбилею, пообщался Анатолий Головко. 14 ноября в России традиционно отмечают День социолога. Эта дата совпала с днем образования социологического факультета Самарского университета. По этому поводу сотрудники вуза собрали всероссийскую конференцию с лучшими специалистами со всей страны. Преподаватели университета гордятся своими воспитанниками, ведь они востребованы не только в России, но и за рубежом. Выпускники уже работают в Великобритании, Венгрии, Франции и Соединенных Штатах Америки. Мы считаем себя кузницей кадров, социологов, которых никогда в нашей стране не готовили так систематически, как готовим мы, уже 30 лет. Идея создать социологические факультеты в СССР возникла в 1989 году. Их открыли в Москве, Ленинграде и Куйбышеве. У нас была создана одна из первых социологических лабораторий. И она сыграла очень большую роль в становлении советской социологии труда. С нашей подачи социология вообще по всему Поволжью. От Казани до Астрахани. Наши социологи рожали эту социологию. По словам преподавателей, изменилось многое. Принцип подготовки социологов и сами студенты. Сегодня выпускников Самарского университета знает вся страна. Они достойно представляют огромную хартию трудяк, которые всесторонне освещают нашу действительность. Социологический факультет Самарского вуза входит в десятку лучших в России. Анатолий Головко, Дмитрий Мешканцов. События. Аномальная теплая погода продолжает удивлять самарцев. В первой декаде ноября средняя температура воздуха была выше нормы на 3 градуса. Ожидается, что зима придет в город в середине декабря. Она обещает быть самой теплой за всю историю метеонаблюдения. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в Самарской области температура воздуха днем составит от 1 до плюс 5 градусов. Ночью столбик термометра опустится до минус 7. На следующей неделе возможно резкое понижение температуры. Медики предупреждают метеочувствительным, а также людям с сердечно-созудистым заболеваниями нужно особенно внимательно следить за давлением. Накануне в день резких перепадов атмосферных давлений постарайтесь не нагружать себя делами. Попробуйте принять контрастный душ, выпить травяного чая из ромашки, липы, мяты. Сердечникам рекомендуется употреблять больше пищи, содержащей калий. В самарских больницах и поликлиниках появятся новые инфоматы. Страховая компания «Макс М» начинает реализацию программы «Здравографика». При помощи современных технологий через аппарат пациент сможет не только обратиться к страховому агенту. Это такая шпаргалка человеку самому для себя. Не надо заходить в интернет, это уже подготовленная специальная программа, которая позволяет человеку ориентироваться в своем здоровье. Пока таких инфоматов очень мало. До конца года в Самарской области их будет установлено всего пять. Ну и в целом за этим технологиям будущее. Страховая компания «Макс М» напоминает самарцам, каждый взрослый, имеющий полис ОМС, начиная с 18 лет, раз в три года, а после 40 лет ежегодно может бесплатно пройти диспансеризацию. Узнать состояние своего здоровья, а также выявить заболевание на ранней стадии. Страховая компания «Макс М» на рынке услуг уже 25 лет. Страховые представители работают во всех медицинских организациях. «Макс М» застраховала две трети жителей региона. Основная задача компании – сопровождение застрахованных на всех этапах оказания медицинской помощи, начиная с выдачи полиса ОМС и заканчивая разъяснительной работой. Самаре стартовала серия семинаров, на которых предприниматели обучают, как вести бизнес. Все это происходит в рамках нацпроекта «Малый бизнес» и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. На одной из таких встреч в Самарском районе побывал Анатолий Головко. Студент Решат Ибрагимов еще не закончил колледж, но он твердо уверен, что хочет связать свою жизнь с бизнесом. Для этого ему необходимы базовые знания, которые можно получить на семинаре для начинающих предпринимателей. Несмотря на юный возраст, молодой человек уже имеет опыт в сфере торговли и хочет продолжать развиваться в этом направлении. Мы с другом решили заняться своим делом и решили продавать кроссовки. Искали промокоды и покупали на сайтах всяких кроссовки со скидками. А потом, когда их получали, продавали уже по своей цене. Деньги, полученные от продажи, мы потратили на подарки родителям. Для того, чтобы стать успешным предпринимателем и не допускать серьезных ошибок в начале пути, необходимо знать несколько правил, которые помогут не просто поставить бизнес на ноги, но и будут способствовать его дальнейшему развитию и процветанию. Об этом участникам семинара рассказывали авторитетные спикеры, которые имеют огромный опыт в сфере торговли и предпринимательства. Главная целевая аудитория организаторов семинара – амбициозные молодые люди. К молодому поколению, вот именно сейчас, скажем, поняв, что это не страшно, это возможно, и этим нужно заниматься, есть смысл преподавать вот этот материал. Семинары во всех районах города проходят благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Тем, кто уже достиг определенных успехов в бизнесе, предлагают принять участие в конкурсе грантов. Для того, чтобы получить грант из бюджета городского округа Самара, максимальный размер гранта – 350 тысяч, наши предприниматели могут обратиться в Департамент экономического развития и инвестиций и торговли. За любую консультацию мы поможем подготовить документы и поучаствовать в конкурсе. Заявку на участие в конкурсе грантов можно подать до 15 ноября. По всем возникающим вопросам можно обращаться к сотрудникам профильного департамента. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. Далее, коротко о других событиях дня. Спецназ Узбекистана прибыл в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российских коллег. Группы спецназа проведут розыгрыши тактических действий на тренировочном комплексе «Новая Бинарадка». Будут отработаны совершения скрытных маршей в тыл противника, выполнение диверсионных действий, эвакуация мирных жителей и раненых, разминирование зданий, проведение стрельб с разных дистанций. В ходе практических действий будут задействованы современные комплексы разведки, стрелковое оружие, подразделения специального назначения Центрального военного округа. Отработка практических действий продлится до 16 ноября. В Кировском районном суде прекратили рассмотрение дела в отношении руководителя авиационного завода «Авиакор» Алексея Гусева. 5 ноября 2019 года истек срок давности уголовной ответственности. Дело в отношении Алексея Гусева возбуждали по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, директор незаконно распорядился деньгами, которые Минобороны перечислило заводу. По версии следствия, Министерство обороны перечислило заводу деньги за поставку 9 самолетов Ан-140. Эти деньги предназначались только на выполнение государственного оборонного заказа. В случае нецелевого расходования этих денег исполнитель несет ответственность. Гусев использовал деньги не на выполнение госзаказа, а вопреки интересам завода. Рассказывали ранее в прокуратуре Кировского района Самары. В Самарской области произошел пожар. Огонь вспыхнул ночью в ангаре в Ставропольском районе. Загорелся склад с нефтепродуктами. Огонь распространился на 420 квадратных метров. На месте ЧП объявлен повышенный ранг вызова. Погибших и пострадавших нет. Для тушения склада привлекли 15 пожарных расчетов. Локализовать огонь удалось в 4 утра. В Самарской области в некоторых учебных заведениях детей кормили фальсификатом. Специалисты Роспотребнадзора устроили более 250 проверок и исследовали 760 готовых блюд для учеников. Из них не соответствовали по нормативам. По микробиологии полпроцента, по санитарно-химическим показателям полтора. Две пробы из 216 были фальсифицированы. Кроме того, в школах неправильно мыли посуду, неверно хранили продукты, нарушали технологию обработки, с ошибками заполняли документацию. Всех виновных лиц привлекли к административной ответственности. В Самаре налоговик предложил передать взятку должностным лицам УФНС за незаконную перерегистрацию фирмы. Исполняющий обязанности начальника отдела досудебного урегулирования налоговых споров стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, мужчина предложил ООО свои услуги в качестве посредника в передаче взятки должностным лицам за незаконную перерегистрацию общества, состоящего на налоговом учете в Тольятти, на территорию Москвы и незаконную смену директора фирмы на лицо с иностранным гражданством. 6 ноября сотрудник налоговой службы получил от представителя ООО муляж денежных купюр, после чего был задержан с поличным сотрудниками ФСБ. Музыка как образ жизни в Самарской филармонии прошел концерт легендарного пианиста и композитора Григория Файна. Вместе с ним сыграли известные российские музыканты и академический оркестр. В ритмы джаза, диско и рока погрузился и наш корреспондент. Джазовые стандарты, рок-композиции, классика в одном выступлении. В Самарской филармонии прошел юбилейный концерт пианиста и композитора Григория Файна. На нем вместе с мастером джаза выступили звезды российской музыки. Виртуоз тепло отзывается о Самаре. Здесь в 70-х годах начиналась его бурная джазовая карьера. Сюда он приехал по приглашению Куйбышевской филармонии. В городе Григорий Файн организовывал музыкальные фестивали, создал свой оркестр и трио, с которыми затем гастролировал по Советскому Союзу и уже много лет сотрудничает с Академическим оркестром филармонии. Вы знаете, у человека-творческого всегда много трудностей и вопросов. И я очень рад, что все-таки я смог устоять и свой заключительный вот такой концерт юбилейный сделать именно в Самарской филармонии, где впервые я выступил в 1967 году на конкурсе Кабалевского. Вот видите, как бы цикл продолжается. У нас с Григорием Несичем давняя такая дружба и человеческая, и музыканская. Джазовая музыка, она, я думаю, многих привлекает, извлекает своим обаянием, своей экспрессией, своим темпераментом, своей чувственностью. И, в общем, я не исключение. На концерте выступили и родственники музыканта. За годы его творческой карьеры выросла целая семейная династия. Сын Дмитрий Файн получил академическое образование, играет на фортепиано. Говорит, его музыкальная карьера тоже начиналась с филармонии. Первые классические концерты он сыграл с ее академическим оркестром. У нас такой симбиоз классической джазовой династии, и это всегда очень интересно, потому что в сегодняшнем концерте вы услышите не только джазовую музыку, сугубо джазовую, но именно музыку на стыке этих двух жанров. В программе звучала музыка Григория Файна, джаз, классика, рок-композиции, а также целый срез известных мелодий, самых разных стилей, от самбо до диско и джазовых стандартов. Объединялось это воедино и легкой тонкой игрой виртуоза, и тем, что все его коллеги буквально жили в музыке. Зрители рукоплескали. Хороший музыкант, импровизатор, композитор, но если человек может сочинять вещи джаза, конечно, он классный музыкант. Григорий Файн поделился, сейчас он планирует больше времени уделять композиторской деятельности. Недавно написал сонату для скрипки и репетирует ее с коллегами. Так что уже скоро ее услышит публика. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Главное, чтобы костюмчик сидел. В Самаре открылась выставка одежды сотрудников госбезопасности. Само ведомство не раз меняло свои названия, вместе с ним менялась и служебная форма. Экспонаты подлинные, они были переданы в коллекцию родственниками тех, кто служил в ЧК, НКВД и КГБ. Медали, знаки отличия и лычки изучал Андрей Каркуленко. Костюм имеет отличительные знаки. В принципе, любой человек, который посмотрит парад на Красной площади 24 июня 1945 года, он сможет увидеть эти отличительные знаки и на других мундирах других родов войск. Костюмы эти специально разрабатывались для этого парада, чтобы подчеркнуть значимость и красоту нашей армии, армии-победительницы. В этом костюме действительно маршировали по Красной площади. Его обладатель был среди тех, кто кидал фашистские флаги в огонь. Такие же уникальные кители, пальто и плащи собраны на выставке одежду сотрудников служб безопасности. Всего представлено 23 костюма. Большая их часть подлинные, пошили только совсем старые экспонаты, аналоги которых носили 100 лет назад. Есть костюмы-реплики, то есть это более ранние костюмы, которые просто фактически невозможно найти. Но они восстановлены с исторической достоверностью, с исторической точностью. Уникальную коллекцию удалось собрать в том числе благодаря музею Совета ветеранов Самарского управления службы безопасности. Его архивы постоянно пополняются, а потому есть возможность предоставлять экспонаты для различных выставок. И сейчас, после смерти, близкие родственники, дети, внуки сдают ордена, медали, форму и любые другие атрибуты, которые относятся к чекистской тематике, сдают к нам в музей. Первыми посетителями выставки стали юноармейцы. Экспозиция – это часть федерального проекта «Историческая память» и проекта «Парад памяти». За каждым событием стоят люди. Наша Самарская область тесно связана. Она была второй столицей во время войны. Соответственно, здесь был усиленный режим. Здесь у нас работали многие известные разведчики. Были разведшколы. Выставка в музейном комплексе «Россия. Моя история» будет работать до 16 ноября. Вход свободный. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Помни тех, кто создавал историю, в Самаре открыли мемориальные доски, посвященные представителям татарской общины в советские годы, работавших на благо страны. На события побывали первые лица города, представители научной и религиозной общественности. С ними поговорил наш корреспондент. Война, которая велась не только на фронте, но и в тылу. В Самаре открыли памятную доску в честь советского геолога Ахмеда Мустафинова. Героя социалистического труда, дважды лауреата Государственной премии СССР. Одну из этих наград он получил за первый фонтан дывонской нефти, ударивший в Самарской луке в годы войны. Из нее стали производить необходимое советским войскам топливо. Жил Ахмед Мустафин здесь, на Ленинградской 72. На открытие памятной доски приехали первые лица города, представители научной и религиозной общественной татарской общины. Нельзя забывать свою историю. Это наша история, это наши национальные традиции. Вот поэтому мы в этом направлении стараемся работать. Это история нашего монограционального города. И мы стараемся делать все для возвращения, сохранения нашего общего историко-культурного наследия. Только сохранив историко-культурное наследие всех народов, проживавших на Самарской земле, приумножив его и передав нашим детям и внукам, мы сможем жить в великом городе, которому есть чем гордиться. Инициатор этого события – татарская община. Идею поддержала администрация города. В этот же день открылась и другая памятная доска. Ее посвятили клубу национальных меньшинств, учрежденному Компартией и работавшему в 20-30-е годы. Тогда он стал важным связующим звеном между разными народами области. Представители администрации города подчеркнули, что всегда рады содействовать сохранению национальной культуры, дружбе народов и другим важным задачам в этой сфере. В Самаре проживает многонациональная семья народов. Мы говорим о том, что каждый из них, каждый из этих достойных людей внес свой вклад в историю Самары. Татарские общественники говорят, в городе появятся и другие памятные доски. Вообще немного достойных людей, которые написали лучшие страницы истории нашей страны. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья провели творческие мастер-классы. Участники ежегодного инклюзивного фестиваля в возрасте от 14 до 30 лет показали свои работы гостям, а также поделились творческим опытом. Подробнее в следующем сюжете. Плетение из нитей стало отдушиной в жизни Екатерины Горбанюк. Когда ей было 8 лет, она ослепла. Сейчас Кате 14, и она научилась жить в новой реальности. Более пяти лет девушка занимается макраме, на ее счету сотни работ. От брелоков и браслетов до сумок и бытовых предметов. Получилась плести изделия. Долго, нудно, но у меня получилось. То есть в целом теперь тебе нравится? Да, лету на заказ и участвую в разных конкурсах. В этом году получила премию главы города. Инклюзивный фестиваль в Самаре проходит уже в девятый раз. В этом году участие в нем приняли более 50 человек. Молодые люди с ограниченными возможностями здоровья могут почувствовать себя востребованными, показать свое творчество. Здесь и глиняные изделия, и разного рода картины. Кажется, что все это сделано руками настоящих профессионалов. Я желаю участникам, на самом деле, получить удовольствие от этого процесса, получить удовольствие от того, что они показывают свое творчество, как бы удовлетворить необходимость самореализации, и получить удовольствие от работы других ребят. Это самое главное. По итогам фестиваля лучшие работы получили грамоты, дипломы и ценные призы от партнеров Самарской юношеской библиотеки. Юлия Фролова, Константин Головин, События. Ныне равнодушные в Самаре участвовали победители конкурса ТОСов Ленинского района. Горожанам вручили подарочные сертификаты и организовали для них концерт. На праздники побывала Анатолия Головко. В здании администрации Ленинского района собрались победители конкурса «Мой двор, моя забота». В этот раз лучшими в своем деле стали представители территориального общественного самоуправления «Волжанин». Председатель ТОСа Валентина Николаевна посвятила любимому делу 17 лет. Она уверена, что превратить город в светущий сад можно только при тесном взаимодействии с жителями. Мы работаем с жителями по жалобам, по праздникам, по мероприятиям. Даем жителям воздуха, кислорода, чтобы у них душа раскрылась. И они нам помогали, и мы им помогали. В Ленинском районе работают пять территориальных общественных самоуправлений. Они оказывают помощь в реализации национальных проектов, в том числе такого, как жилье и городская среда, которые инициировал президент России Владимир Путин. Только благодаря вот этой совместной работе и возможно действительно превращение нашей территории, благоухающий сад, в зону комфортную для проживания. Поздравить активных и неравнодушных жителей Ленинского района пришли и представители депутатского корпуса. Люди это все делают самостоятельно. Поэтому, конечно, эту работу вот сейчас начали. Мы посмотрели, что люди активно на это отзываются. Конечно, ее надо будет продолжать и помогать уже. После концерта в актовом зале горожанам вручили подарочные сертификаты. Их можно потратить на приобретение инвентаря и рассады для озеленения дворов. Анатолий Головко, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Самарагис»